МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Персидский правитель построил себе трон из чистого золота. И он поднял его на высочайшую гору. Это была история человечества, первый трон. И во время восхода солнца оно блестело, золото так блестело, как солнце. И этот день назвали Новый день, Наврузом назвали. И каждый год этот праздник начали отмечать как Навруз. Скажите, пожалуйста, в этот день, наверное, принято исполнять различные песни. Может быть, и вы нам что-нибудь исполните сейчас? Да, у нас, как и главным символом этой праздники, как сумалак называется, и на стол ставится, и вот без этого блюда сумалака никак этот стол не будет красивым, как у нас говорят. И в честь этого главного символа поется песня такой. Вот она и в день Новруза поздравляет. Я знаю, что еще есть традиция, что именно в день Новруза, то есть в первый день Новруза, ставится на стол семь продуктов, которые начинаются на букву Син. Да, Син и Шин. А почему именно так? Почему на эти буквы? Ну, она уходит, этот праздник, далекий, древний, до нашей эры, еще 3000 до нашей эры. Поэтому Хавсин, Хавсин, она ставится кроме продуктов, именно на название вот этих блюд, начало буквы С и буквы Ш, оно ставится как сумалак, например, шакар, все вот это, на Ш, на С, они ставятся, вот название вот этих блюд, еще ставится на стол. А для чего? Почему именно семь число? Семь, это, она в исламе как-то это священное число. Да, поэтому Хавсин, она вот берется вот с тех пор. Наверное, хозяйки, женщины задолго начинают готовиться. Какие приготовления, да, получается, они проводят, прежде чем встречать Новруз? Да, в этот праздник женщины начинают уже до этого праздника, начинают шить себе одежду. Для семьи, чтобы не каждый из ребенок, не каждый из семьи не осталось без что-то новой одежды. Обязательно надо новые одежды шить себе. И в этот праздник до дома начинают убираться, забываются все ссоры. Вот, как, что, например... Прощают всех наверняка. А как вот это происходит? То есть это просто вот человек решил, что я всех прощаю, или может быть, кто-то как-то приходит, просит прощения друг у друга? Нет, вот в честь этого праздника они ходят друг к другу в гости. Особенно вот надо сходить к родителям в гости. К старшему поколению. Да, вот это было, особенно вот к родителям не забывать, надо сходить в гости в честь этого праздника. А так вот, что в этот праздник обязательно надо украшать дома. Вот обязательно. Еще было сказано, что в древнях, например, что духи умерших, наши предки, они спускались за 10 дней до этого праздника, спускались и посмотрели, как наши потомки. Как, в общем, мы убирали дома, отчистили, чтобы как наши предки спускать дух и спускаются. И было вот такой даже разговор, легенда была вот такая. Вы сказали, что дома нужно украшать. А чем украшают обычно? Ну, цветами украшают, зелень украшают в этот день. Обязательно живая, чтобы была зелень? Да, да. Скажите, пожалуйста, а еще какие-то традиции, обряды происходят в этот день? Вот помимо того, что вся семья собирается за большим столом, на котором столько вкусных блюд, что вы еще делаете? В этот праздник еще, ну как, собирается еще, вот как, я, например, одну из песен, которая именно для этого стола поется, да, еще вот собираются те, которые хорошо, ну как, из семьи, кто хорошо поет, одного из ребенок поет хорошо, они собираются и дают слово, ну дают слово, как, что, например, они будут вот эти песни петь еще в честь этого праздника, играет на разные национальные инструменты, играет еще. А принято, может быть, танцевать или нет? Или вот в основном только музыку слушать нужно? Нет, да. Вот кто в семье умеет хорошо петь, он поет. А кто, у кого нет, танцует, тот берет и танцует на этом празднике. Бахтерёв, скажите, пожалуйста, а принято ли дарить подарки? Да. И какие? Ну, оно в этот, как надо живое что-то подарить. Ну, главное, например, вот как цветы, да, например, или что-то все равно надо такого подарить, что оно было, вот как мы сказали про персидский, оно чтобы что-то блестело. Блестело. Да. Оно в честь вот этого персидского... Символ солнца, да, наверное, должен. Да, вот этого нового дня, именно лучи от солнца, надо, чтобы блестела она. Это еще к лучам, это хорошо. Наверное, вы своих женщин задариваете тогда золотом в эти дни. Да, да, обязательно надо. Они, наверное, никогда ждут. Да, обязательно надо, вот что-то надо вот такое подарить семье. Мы знаем каждый Амар Хаям, да, вот именно Амар Хаям в своей книге «Навруз-Намат», в честь этого праздника он написал вот эту книгу, и он о этих приметах, он даже в этой книге написал, что не надо ссориться, надо забываться, все вот эти ссоры. И честь вот этого он написал четверстешочки свои, что дождем Навруза увлажнялось поле, и сердце прочь гони, ссор и боли. Пируй теперь из праха твоего, в город душем зелень вырастет не более. Спасибо вам большое за то, что вы пришли этим ранним утром. Я еще раз вас поздравляю с вашим праздником Навруз. Ну а нашим телезрителям напоминаю, что в этой студии у нас был боксер Султонов, представитель таджикской диаспоры. Субтитры подогнал «Симон»!